Действие фильма «Москва слезам не верит» И попадаются среди них с изъянами Но потом появляется настоящий принц И все кончается хорошо Но вначале затея выглядела опасной Звезды тех лет массово отказывались сниматься В сентиментальной мелодраме о советской Золушке Роль обаятельного и вероломного телеоператора Рудольфа Меньшов предложил Владимиру Ивашову Ивашов не захотел играть негодяя Очень дорожил своим положительным кинообразом Не захотели сниматься Евгений Жариков, Олег Видов, Лев Прыгунов И тогда вспомнилось мне, что был весьма эффектный красавец Работающий в Малом театре Юрий Васильев Не каждый артист театра хорошо работает в кино Потому что у театра немножко другие выразительные средства Там нужно более яркая пластика, голос и так далее А Юра, он был абсолютно органичен на сцене Очень кинематографичный Меньшов изменил скучное первоначальное название сценария «Дважды солгавшее» и сделал Москву одной из главных героинь Некоторые места съемок даже стали достопримечательностями Как, например, эта лавочка на Гоголевском бульваре На которой обожают делать фото туристы Именно здесь произошли два главных объяснения Катерины и Рудольфа Сначала молодых, а потом 20 лет спустя Я хочу видеть свою дочь Там у нас все время были проблемы с возрастами героев Потому что они в двух возрастах У Юры это получилось Широкая публика узнала Васильева после фильма «Ловцы губок» Я тут недавно его пересматривал Там сцена есть в лодке Так сказать, сцена любви с Нелли Ивановной Корниенко Это потрясающе Это, ну, какой там Аллен Деллон и Шнайдер Это такой высший пилотаж Это такое откровение чистоты любви Очень редко встретишь Даже сейчас вот смотришь Это начинает такая вибрация идти Как это часто бывает Зрители спроецировали вымышленную любовь киногероев На реальную жизнь Но на этот раз выдумка оказалась правдой На своей партнерше, красавице Нелли Корниенко Васильев женился Они вместе играли на сцене Малого театра У них родилась дочь Катя Это самая красивая пара была Ну, что говорить Нелли Ивановна, Нелли и Юра В 1965 году режиссер Сергей Герасимов Приглашает Васильева на главную роль В двухсерийном фильме «Журналист» Уже наверняка приняв решение Что он уже будет снимать Юру Васильева Он обратился к дамам съемочной группы Ну, девушки Разложил фотографии претендентов на главную роль С кем бы вы поехали отдыхать? В Сочи? В Крым? Из этих пятерых? Ну и все в один голос, конечно же Юра Васильева Одна из серий должна сниматься в Женеве и Париже Друзья и коллеги Васильева потрясены Такое везение Выезд за рубеж Съемки со звездами французского кино и эстрады А это наш советский журналист молодой Юрий Николаевич Алябев Вот у вас случай был Сознакомиться Они же рады Садитесь Васильев абсолютно органичен И рядом с французскими актерами И на улицах Женевы Он умел носить дорогие костюмы Красиво есть Пить Курить В то время Таких индивидуальностей было Очень мало Ну, он голливудский актер Ну, вот так по фактуре Так сказать, того времени Артисты из Голливуда Не случайно Нелли Корниенко Говорила, что когда впервые Увидела будущего мужа На Черноморском пляже Выходящем из воды Ей показалось, что навстречу Идет живой Роберт Тейлор Американская суперзвезда Но не менее органичен Васильев И в сценах действия которых Происходит в небольшом Провинциальном городке Горноуральске Это Южный Урал Это 65-й год Август, сентябрь Выходные рыбалки были Юрий Васильев и Сергей Никоненко Очень подружились во время работы над фильмом На съемках между ними Сразу возникал внутренний контакт И однажды Сергей Аполлинарьевич Герасимов Предложил им не придерживаться строго текста А импровизировать Как-то к нам обратился Говорит, ребят Ко мне и к Юре Вот так между собой Замечательно разговариваете Я так слышу Со стороны Мне бы хотелось, чтобы Могли бы привнести Вот этот разговор Вот эти интонации Вот эти Перепады Вот эти Аритмии В диалог Сюда Мы начали импровизировать Он просил импровизировать На тему Давайте попробуем так снимать Мы начали импровизировать Ну, брат Можно тебе по-другому Не впадай ты в этот тон Ей-богу Так мы с тобой ничего не разберем Журналист имел большой Зрительский успех Глядя на Васильева Женщины теряли головы Он сделался настоящим Советским секс-символом Его очень любили женщины Все Причем он для этого Ничего не делал Самое удивительное Такое было Обаяние И поэтому Они не просто его любили Они просто добивались Его любви В фильме «Журналист» Я помню, как Снимали сцену в клубе Там снимался Самодеятельный хор Этого клуба Ну и, конечно Все эти 70 девушек Глаза просмотрели На Юру Васильева Нашлась из них Одна самая храбрая Которая подошла Говорит Мальчики Приходите в гости К нам на пельмени Мы не отказались Говорит Давайте придем Но мы пришли даже И с цветами И с тортом Сели один То с другой Третий Юра вдруг берет Рюмку Наполненную водочкой Говорит Вы знаете, девочки Я хочу Выпить за женщину Которую я очень люблю Которую каждый день Звоню по телефону Которую не изменяю Это моя жена Нелли Корниенко Все кругом Были уверены И сам Васильев Надеялся Что теперь Его начнут Много снимать Но голливудская Внешность На самом деле Ему скорее мешала Советскому кино Требовались Другие типажи На экране Васильев Появлялся редко Спустя 12 лет После выхода Журналиста Юрий Васильев Наконец получает Приглашение На одну из главных ролей В фильме Москва слезам не верит Он был очень хорош Я понимал Катерину Которая Протянула руку И ошеломленно Сказала Катерина Он сказал Рудольф Да Представился он По-моему он попал В эту роль Как в себя Катя Рудольф Актер с голливудской Внешностью Вырос в обычной Семье столичных Интеллигентов Папа инженер Мама библиотека Коренные москвичи И это единственное Сходство Васильева С его персонажем Рудольф Избалованный Маменькин Сынок Белоручка Мать мечтает О выгодном браке Для него И от связи Сына с простой Работницей Приходит в ярость Только увидев Впервые Свою дочь Александру Уже взрослой Рудольф Понимает Как многого Не случилось В его жизни А успех Фильма Москва слезам не верит Был невероятный Владимир Валентинович Помнит Как в морозный Февральский день 1980 года Он вышел Из метро Пушкинская И застыл В удивлении Вся площадь Была заполнена Людьми Не сразу Он понял Что они стоят В очереди В кассу Кинотеатра Россия За билетами На его фильм 40 лет Исполняется Как мы ее сняли Это Неслыханно Большой срок Для того Чтобы картина Еще живой Казалась Самое удивительное Что в картине Не оказалось Ни главных ролей В ней запоминаются Все персонажи Фильм Вскоре Получит Оскара Ну А у актеров Снявшихся в нем Судьбы Сложатся По-разному Юрий Васильев Продолжал Играть На сцене Малого театра Был Хозяйственным Заботливым Отцом И мужем Его Внешность И его Жизнь Мне кажется Не пересекалась Где-то В пространстве Потому что Он был Абсолютно Земной человек В том смысле Что он Он мог все Сделать своими руками Он строил дачу Строил себе дом У него был сад У него была машина Которую он сам мог чинить На даче у Васильева Был огород Он даже картошку Выращивал И хранил урожай В своем гараже А потом Раздавал друзьям В советские годы Да и в 90-е Это было Хорошее Подспорье В хозяйстве Я вам так скажу В молодости Всегда что-то Не хватало Денег Не хватало И всегда Если очень не хватает У Юрки Можно было попросить Если они у него есть Он даст Богатым он Никогда не был Он просто был Нормальным Хорошим человеком И не кичился Своей популярностью Там Юрий Соломин Став художественным Руководителем театра Предложил Васильеву Заняться режиссурой Появился новый интерес Но в кино Он снимался мало Он бы мог сыграть больше Но по мне Лучше меньше Но вот на таком Высоком Замечательном уровне На котором играл Свои роли Юра Васильев Я с удовольствием Смотрю Фильм Летучая мышь Его часто Показывают По телевидению Казалось бы А что там играть Что там нечего играть А вот мы смотрим Мы смотрели с женой Она говорит Ты посмотри Вот можно было бы всех убрать А вот его оставить В 1999 году От сердечного приступа Незадолго до своего 60-летия Ушел из жизни Юрий Николаевич Васильев Смерть его была неожиданной Он поехал чинить машину Очередь двигалась медленно Было жарко Домой приехал уставшим Нелечка жарила котлеты На кухне Он пошел отдохнуть Я говорит Пойду телевизор посмотрю Лег на диване На где-нибудь часов Восемь, в девять И вот уже с ее слов Она Смотрю Говорит Уже одиннадцать Я подхожу к нему А его нет Вот для меня Это Осталось Вот осталось Его уход из жизни Вот Вот Каким-то эталоном Мужчины Эталоном Он сделал свое дело Как Хозяин семьи Съездил Сделал Добился Приехал Поел Посмотрел Что-то Его не стало И вдруг обрушилась Это Весть Что его не стало Светлый человек Вот просто он И в моей памяти Остался Может быть Пожалуй Самым светлым Из Всех Актеров Которых я Знал С которыми снимался Об указе О присвоении ему Долгожданного звания Народного артиста Юрий Николаевич Узнать не успел Жена Нелли Ивановна Корниенко Переживет его На 20 лет Спустя годы Тяжело заболеет Рядом с ней Будут дочь Екатерина И внук Николай Театр не оставит ее До последнего дня Недавно мы встречались Все устроилась Все устроилось Москва Фатюшин В этом городе Они стали знаменитыми И сгорели до срока Оставшись в лучших Своих фильмах Молодыми и прекрасными Песня звучит И под ногами Опять бежит Садовое кольцо И Москва По-прежнему Не верит слезам Оставаясь открытой надеждой Редактор субтитров А.Семкин